Золотой символ солнца и весны. Настоящий русский блин стал основным блюдом третьего дня масленицы лакомки. На территории Центра детского творчества уже не первый год организовывают выставку и раздачу изделий, которые напекли умельцы из разных школ. Пекли блины и дети, и родители, и даже сами учителя принимали участие. Это ж такой замечательный праздник. Казалось бы, простое блюдо из теста, но уссурийские школы подошли к выпечке креативно. Из блинов сооружали целые скульптуры, розочки, платья для кукол, картины и даже ракеты. Городские мастерицы удивляли зевак любыми способами. Мне запомнилось, там была ракета такая из блинов и какой-то букет с крученой блиной. Шедевры из яиц, муки, молока и сахара. Кулинары экспериментировали с разной начинкой. Простыми блинами уже не удивишь. Кроме того, чем ярче стол, тем больше желающих отведать именно твоё лакомство. Блины у нас абсолютно разные. Есть со сгущёнкой, с творогом, с джемом, есть со сметаной. Есть обычные блины без ничего. А ещё хозяйки выдумывали для блинов разные формы. И кружевные, и гладкие, толстые и тонкие, большие и маленькие, круглые и в форме сердечка. Любое новаторство в этом деле приветствовалось. С каждым годом на таком празднике всё больше и больше разновидностей блинов. Вот сегодня нас угостили таким русским блинчиком на американский лад – панкейком. Но умельцы славятся не только своими блинами. На столах были и другие лакомства. Например, Новонекольская школа привезла на выставку целый пирог, который повара начали готовить с четырёх утра. А береги кукла Масленица, ну и пирог, который сами пекли с Масленицей. И сегодня день лакомки, написано лакомка. Лакомка – третий день Масленицы, в который принято угощать блинами всех – друзей, соседей и, конечно же, своих родных и близких. В четверг у сурийцы отметят «Разгуляй», в пятницу – «Тёщины вечерки», в субботу – «Заловкины посиделки», в воскресенье – «Проводы Масленицы». Елена Карпенко, Алексей Шиповалов, Телемикс.